Громкое дело об обманутых дольщиках, похоже, сдвинулось с мертвой точки. За строительство дома номер 20 по улице Северной после длительного перерыва взялась новая строительная фирма. Напомню, в 2010 году предыдущий застройщик, ноябрьская строительная компания была признана банкротом. С тех самых пор люди, которые вкладывали в возведение трехэтажки свои кровные, остаются без жилья. Подробности в первом материале выпуска. Вот эта улица, вот этот дом. Печально известный долгострой по Северной 20. Он когда-то подарил людям надежду на светлое будущее. А в итоге судебное разбирательство, война за стройщиком, километры вымотанных нервов. Пока шло строительство, рассказывают люди, один из дольщиков умер. Еще у одного случился инсульт на нервной почве. Чтобы купить здесь еще даже недостроенные квадратные метры, многие брали кредиты, влезали в долги. И это в период экономического кризиса. В марте 2011 года мы узнали, что компания находится под Байкроссом. И дом выставили на торги. После этого было принято решение подавать в суд о закреплении за собой долей. Где, конечно, мы все дольщики выиграли этот суд. И дом уже был снят с торгов. И все после этого стали предприниматься решения по достройке дома. Новость о том, что предыдущий застройщик банкрот грянула как гром среди ясного неба. Причем люди узнали об этом спустя год, после того, как процедура банкротства была практически завершена. Лишь чудом они успели узагонить права на свои доли в трехэтажке. А вот директор ноябрьской строительной компании, фирмы, которая объект возводить начинала, Алексей Жуков, свои притязания ни на жилплощадь, ни на цокольный этаж доказать так и не сумел. Ни одного документа на подтверждение оплаты хоть какого-то квадратного метра в данном объекте нету абсолютно, не подтвердилось. Вроде как он задевает новую стройку. Я просто не знаю. Я от лица своих дольщиков, которых просто знаю, насколько они выстрадали все в этот период ожидания квартиры в этом доме. Не надо попадаться на уловку к этому человеку. Ну, человек, потому что он ненадежный. Вселиться в недострой дольщики должны были еще в 2009 году на дворе 13-й, а люди все еще живут в съемных квартирах или ютятся у родственников. Впрочем, ждать новоселья им осталось недолго. Буквально на днях доделывать брошенный дом взялась новая строительная компания. Как говорят, с большим опытом и хорошей репутацией. Ну, ряд трудностей, конечно, есть. Дом долго стоял уже, без крыши. Кое-что там надо разбирать, менять верхние части. Ну, самое то, что пока более, будем говорить, такое долго восстанавливающее, это проектная документация, которая потеряна, соответственно. Сейчас чем мы и занимаемся. 13 лет на строительном рынке. Ноябрьск, Муравленко, Таркасале, география, работ. Принять в ноябрьский долгострой общество «Стройдом» просили и местные власти, и окружной фонд жилищного строительства. Свое согласие фирма дала и принялась за дело. Со дня на день этот безликий пейзаж заиграет новыми красками. Мы как только получили разрешение на строительство, продолжение строительства этого дома, соответственно, мы приступили к уборке территории. Тут было все захламлено после прежнего. Как будем говорить, он застройщиком. Все это вывезено. Площадка строительная подготовлена, как вы видите, уже. Сейчас как только, сейчас на выходные дни выводим сюда кран, уже гусеничными, большими, и начинаем завозить материалы. Свой угол для обманутых дольщиков – мечта, которая так близко и так далеко. В погоне за ней жители города вот уже 6,5 лет. Когда-то, объединив усилия, они создали жилищный кооператив, который получил название «Надежда». Теперь лишь время покажет, оправдаются ли надежды дольщиков на нового застройщика. Сдать дом фирма обещает в мае следующего года. Кирилл Мигель, Анатолий Пресич, новости нашего города.